Витаю всех, дорогие мои украинцы! Тут перехожу на русский язык, чтобы меня услышало максимальное количество людей, в том числе и русские, понимают русский язык. Российские оккупационные войска взорвали дамбу Каховской гидроэлектростанции. Сразу по делу, из-за разрушения ГЭС, жизни людей и животных, а также уникальная экосистема Херсонской области, оказались под угрозой. Это я сейчас буду говорить не с точки зрения экономистов, биологов, экологических служб. Я сейчас не хочу говорить с точки зрения ученых, что нас ждет впереди, что ждет впереди не только Украину, но и все прогрессивное человечество. Украинцы, волонтеры на данный момент спасают людей, а русские оккупанты их обстреливают. Российская образота такова во всем. Вспоминаете, да, как Путин пришел к власти, эти взорванные дома с мирными жителями, как освобождались заложники, убивается все. Русский террор, все на крови. Такова сущность русских. Вспоминаем даже фильм «Жестокий романс», где главный герой в конце убивает свою возлюбленную, говорит, да не достаньте это никому. Так и русские, отступая, оставляют за собой просто все разрушенное, непригодное к жизни. Я сейчас говорю все это на эмоциях. То видео, которое вы сейчас наблюдаете, между этим видео только несколько часов разницы. Но легко увидеть, что результат от поступления воды просто ужасен. И эти кадры, на самом деле, разбивают сердце. От резкого затопления погибло очень много домашних животных. Полицейские Херсонской области спасают собаку, которая попала в водяной плен после террористического подрыва Каховской АГЭ с российскими оккупантами. Но украинцы ценят жизнь. Жизнь – это человечность, в первую очередь. Зоопарка Каска-Диброва возле Ноговой Каховки больше не существует. Спасти удалось только лебедей и уток. Руководство зоопарка подтвердило полное затопление сказочной дубравы. Ну, русские – это хуже дерьма, это болезни. И от нее нужно просто избавиться. Все, что я могу сейчас сказать, это некий такой психиатрический анализ. Завоеватели, поймите, завоеватели, которые уничтожают завоеванное, стирают с лица земли города, затапливают территории, подсознательно признают, что им это не удержать, им это не принадлежит и принадлежать не будет. И это последние аргументы, загнанные в угол крысы. Русня русские пытаются урановесить свое отчаяние нашим отчаянием людей, теряющих то, что любили, надеялись вернуть. И тут я могу сказать, что русские просчитаются. Просчитаются то, что произошло сегодня. Это сравнимо со взрывом атомной бомбы. Это эко, техногенная, технологическая катастрофа. Я говорю на эмоциях. Вот этот русский мир на крови, русский, гореть вам в аду всем.